Продолжение следует... 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 Дозы и фракционирование долго подбирали их, пришли к тому, что остановились на двух фракциях по 12,5 грей через две недели, и это большинство наших пациентов 22. По результатам, надир ПСА на сегодняшний день составляет 1,3 нанограмм на миллилитр у этих пациентов, у 55, 67% наших пациентов живы без рецидива, увидите, что прогрессирование или местный рецидив в 33% пациентов, в принципе, это сравнимо с теми данными, которые я представил зарубежных авторов. То еще можно сказать, интересной перспективой для развития этой технологии является применение фокальной спасительной брахотерапии, то есть мы не облучаем полностью всю железу, а применяем именно фокальную методику. В нашем центре это уже начато, мы делаем как при первичном раке, так и при рецидивном, небольшое пока количество этих работ, но, тем не менее, очень интересная такая вот тема по применению фокальной спасительной брахотерапии. Ну и перспективой также является применение других источников для работы в этом направлении, таких как, например, альфа-источники, израильская компания Альфа-Таус, с которой мы сотрудничаем с 2019 года, начали мы, правда, с молочной железы, но вот сейчас, в этом году, как раз они первую имплантацию альфа-источников выполнили в предстательную железу. И надеюсь, что как раз вот это поможет нам в работе с локальными рецидивами, потому что там очень небольшой короткий пробег и, конечно же, есть шанс того, что будет меньше лучевых повреждений. Я сегодня о них не рассказал, это пока только предварительные результаты, так как это доклад по тезисам, но когда мы напишем статью, тогда будет доклад уже по статье. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо большое.